Итак, сегодня мы вмешаем изотоник на основе регидрона. В принципе, регидрон сам по себе является нормальным изотоником, но мы можем его улучшить. Приступим. Для этого нам понадобится досточка, молоток, пару ложек, непосредственно регидрон, аспаркам, лимонная кислота, витамин С, немного скотча и пару пакетиков. В первую очередь берем регидрон, берем примерно треть ложки, засыпаем. Дальше добавляем два стика сахара, далее берем аспаркам и витамин С. Аспаркам, одну таблетку. Можно использовать ложки. Закидываем. Берем зажигалку. О, нет, стоп, это другой рецепт. Берем вторую ложку, сложим вместе и превращаем таблетки в мелкий порошок. Засыпаем в пакетик. И для вкуса добавляем немножечко лимонной кислоты, где-то на кончике ложки. Готово. Далее берем немножко скотча. Нам нужен небольшой кусочек. Один край загибаем примерно так и заклеиваем, чтобы пакетик сам не раскрылся. У нас получается такой вот уголочек, который не приклеен, с помощью которого можно будет потом легко открыть. Основой моего изотонника является регидрон. Он легко продается в аптеке в виде таких пакетиков. Одного пакетика хватает достаточно надолго. Особенно если не использовать большие дозы регидрона, а делать агьян на одну третью чайную ложку. Плюс ко всему в состав изотонника я добавляю аспаркам. Аспаркам это добавка калий и магний. Они отлично позволяют облегчить работу сердца, сердечной мышцы и, как правило, убирают всякие аритмии и так далее. Их принимают при аритмии. И это также полезно на больших дистанциях, на ультрамарафонах, где реально устаешь и сердце работает в очень таком серьезном режиме. В состав изотонника также входит витамин С. В качестве витамина С я использую аскорбинки из аптеки. Вот эти вот в виде таблеточек. В один пакетик я добавляю одну таблетку аскорбинки. Можно две добавлять. В принципе, хуже не будет. Витамин С на больших дистанциях будет выступать в качестве поддержки вашего иммунитета, который на больших дистанциях, на ультрамарафонах, когда вы едете за дня в день по многу километров, он будет вас поддерживать. Аскорбинки имеют разные вкусы. И добавляя определенный вкус, вы придаете вкус, собственно, вашему изотонику. Также добавляю одну или две чайных ложки сахара. Я это делаю для того, чтобы изотоник, помимо того, что он восполняет электролиты и отлично утоляет жажду, чтобы он еще давал какую-то небольшую порцию, но углеводов. Быстрых углеводов, которые очень нужны, когда у тебя начинается какой-то упадок сил, когда у тебя нечего перекусить и нужно доехать до какого-то определенного пункта. И в таком случае реально изотоник с добавлением вот такого количества углеводов, он очень спасет и поможет тебе доехать. Можно мешать без сахара. В принципе, ничего страшного не будет, просто вы не будете получать углеводов, просто будет чистый изотоник. Последний ингредиент – это лимонная кислота. Добавляю ее тоже чуть-чуть для того, чтобы просто вкус стал более кисленьким таким. И получившуюся смесь, вот этот пакетик, я разбавляю в чистой воде. Как правило, это пол-литра, либо 750 мл фляга с водой. И во время езды, на протяжении всей езды, я это пью. Если видео было полезным, подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий. И до встречи в следующих видео. Пока!